Ручку давай Давай, давай, давай Идем, мой хороший, идем Вот так поднимаемся Вот так вот, давай И на ножки встаем Вставай, вставай на ножки Вставай, вставай, вставай Вот так, да Вот как Олечка на ножках стоит Маленькую Олечку в доме ребенка Зовут Рыжиком и Солнышком Она во всех отношениях солнечный ребенок Очень улыбчивая, очень жизнерадостная С самого начала она была Невероятной хохотушкой Сейчас девочка немножко подросла И стала серьезнее Она осознанно смотрит на мир Оля по-разному реагирует на знакомых И незнакомых взрослых На различные интонации речи Ку-ку Нашли игрушки А как мы с игрушками играем? Что у нас тут? Колокольчик Тинь-тинь-тинь-тинь Бери Она может, ну, как-то проявить себя Уже показать свой характер Что-то ей нравится, что-то ей не нравится Оля Оля очень любопытная Ей все интересно Она наблюдает за взрослыми и за детьми Очень любит играть с малышами Протягивает ручки, берет у них игрушки Она даже вытягивает голову, если ей плохо видно Олечка родилась без кисти на одной руке И с самого рождения Ребенок пытается приспособиться к этому Старается компенсировать свой дефект Она хорошо действует другой рукой И старается помогать себе еще и ножками Развитие девочки идет очень медленно Но при этом она обучаема Взрослые отмечают, что у нее появляется Искорка в глазах, когда ей интересно А это как раз показатель того, что развитие идет А ты Бери ручки Молодец, умница девочка Еще бери колечко Ну-ка, где у нас колечки? Давай, 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 давай Вот как много сразу Здорово! Ой, какие колечки у нас разноцветные Да В двигательном развитии, конечно, малышка отстает Она недавно совершенно научилась сидеть С трудом еще садиться в кроватке Вот, опора на ножки еще пока слабенькая Вот, но мы стараемся заниматься с нашей Олечкой Вот, мы стараемся учить ее действиям с предметами Насколько это возможно Вот, ну, и хотим, конечно, чтобы она попала в хорошую семью Чтобы ее полюбили Вот, чтобы, ну, у ребенка было счастливое детство Медицинская практика говорит о том Что развитие солнечных детей идет волнообразно Какое-то время может ничего не происходить А затем последует резкий скачок И ребенок начнет быстро обучаться Это зависит от многих вещей От способностей малыша От интенсивности занятий Но самой важной мотивацией является Привязанность ребенка к взрослому Неважно, сознательно или без Но только при этом условии У него появляется желание и возможность развиваться А сюда что? Красную шапочку А почему сюда красную шапочку? Потому что сей и его А сюда что? Сюда? Конечно Мишечку 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 Правильно А сюда что? Сюда? Конечно, домик Столько заботы и любви, сколько дарит ему сестренка Максим не видел ни от кого Оля заменяет мальчику не только маму Но и целый мир Девочка дает брату те знания, которые есть у нее самой Она учит его цветам и формам Рассказывает о том, как они жили в то время Когда у детей еще была семья и родители Если бы не Оля, Максим, может быть, так еще и не начал бы говорить Мы с ним уговариваем буквы и учимся говорить Потому что, когда ему было 5 лет, он ничего не умел говорить Кроме няни, папы, бабули и мамы И тебя Я сказала няне У них тесная взаимосвязь, что у Максима он не видит свою семью без Оли Что Оля свою семью рисует, если то это обязательно Максима Она как бы их разделять вообще нет Никак Оля очень ответственная во всем Она трепетно относится к своей успеваемости в школе К порядку в своей комнате, к своему поведению Забота о брате – это дополнительный груз ответственности на худеньких плечах девочки Его бесшабашное поведение сестренку сильно огорчает Я его воспитываю, иногда разговариваю с ним У нас беседы с ним очень серьезные Иногда и воспитатели меня зовут Помоги, пожалуйста, со своим братом А я просто не могу ничего сделать, потому что он меня не слушает А что готовишь-то? Я Ты? Я Готовую На самом деле Максим не такой уж хулиган, как кажется Оле Мальчик растет, ему необходимо куда-то реализовывать свою энергию Он может долго спокойно играть с другими детьми Может обидеться и заплакать Максим никогда не задирается первым Он может дать сдачу и ударить кого-то Но делает это только в ответ Вот такая защитная реакция Максим очень добрый мальчик Но он искренний, открытый, но взаимный Если к нему с добром, ну как и ко всем людям, в общем-то, то и он с добром Если к нему с каким-то негативом, он на этот негатив точно так же будет отвечать У Максима есть определенные сложности с развитием Ему требуется больше занятий и постоянный контроль Какие-то задания с мальчиком нужно повторять по нескольку раз Но все это лишь вопрос времени и терпения Время и терпения требуются и умницы Оле На потерю родителя и семьи девочка отреагировала большой тревожностью Многие привычные для нас вещи ее пугают Я очень боюсь, ну не очень, но боюсь все равно Когда мы едем в машине, я боюсь, что я попаду в аварию А почему у тебя такой страх? Как ты думаешь, откуда он взялся? Ну потому что много аварий, которые постоянно влезают Вот, мне очень страшно, когда я еду в машине Свой страх Оля пытается заглушить максимальной занятостью Она любит рисовать, вышивать, делать поделки Посещает все кружки и участвует во всех мероприятиях Труд – это то, что девочке привычно и понятно с детства Ну я умею почистить все Я могу помогать по дому Убираться, мыть полы, мыть посуду Вытирать пыль А кто же тебя этому всему научил? Ну, как бы Меня учили всю жизнь Бабушки всему этому Я смотрела на них У меня все получалось Я была уверена, что у меня все получится Давай Давай еще раз Прыгай Как бы ни старалась Оля заменить Максиму маму И как бы ни пытались в приюте окружить детей заботой Брат и сестра отчаянно нуждаются в семье Засыпая, Оля представляет себе, какой могла бы быть ее мама Чтобы она была добрая Красивая Работала Чтобы была всегда с нами Приемным родителям стоит отметить тоже, что они не сразу привыкнут к новой семье И несмотря на то, что Максим уже, в общем-то, 6 лет, это большой уже возраст Он помнит все равно о своей прошлой жизни, как они жили раньше в семье Ему будет сложно перестроиться Но на это необходимо время Даже для того, чтобы воспитать щенка или котенка, требуется время Но для Оли и Максима сейчас необходимо другое Нужно, чтобы этих детей кто-то полюбил Чтобы сердце стукнуло И стало понятно, что без них дальше никак И если дети поверят в вашу искренность То их любовь будет во много раз сильнее той, что вы дадите им Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому